Новая атака дронов на Москву, что известно на данный момент. Как удалось обойти российскую ПВО или это самообстрел с подачи Кремля, чтобы повысить поддержку войны и мобилизации в Российской Федерации? Говорим об этом дальше. А также о вылазках российских добровольцев, перешедших воевать за Украину на территорию Российской Федерации. Продолжаются. В Легионе свобода России призвали россиян определиться, объединяться в реальной борьбе против путинского режима. Эти темы обсуждаем с израильским военным обозревателем Давидом Шарпом. Давид, здравствуйте. Доброе утро. Давид, итак, атаки дронов на Москву. Начнем с того, что не сходятся цифры, количество я имею в виду. Российская Минобороны заявляла о 8 беспилотниках. Издание «Верстка» насчитало 13 попаданий либо сбиваний беспилотников, причем это все, естественно, из открытых источников. Другие так называемые средства массовой информации России вообще заявляют о 25-30 беспилотниках. Все же, сколько их было? Ситуация на самом деле не ясна. Ведь российскому Минобороны, как известно, пока не доказано обратное, верить нельзя. Ну а тогда приходится полагаться, собственно, на какие-то объективные данные. Объективными данными здесь является только то, что попало на видео или где-то найдены обломки. А ведь все, что не попало, возможно, а возможно это было, мы просто не знаем об этом. Поэтому есть какие-то минимальные количества, минимальные оценки. Это в самом деле 8-10 единиц. А вот было ли их больше и насколько, к сожалению, судить нельзя, если бы те, кто запустил, отчитались бы о количествах. Но те, кто запустил, пока молчат. Так что все остается в такой вот зоне предположений. От 10 и выше. Я, честно говоря, немного удивлюсь, если окажется, что их в самом деле было 30 или что-то в этом роде. Но это такое интуитивное подозрение. Исключать этого я тоже не могу. Хорошо. Те, которые там 8-10 единиц, которые долетели, как им удалось обойти российскую противовоздушную оборону? Также ранее мы помним, как беспилотники атаковали сам Кремль. В каком состоянии российское ПВО? На самом деле то, что в свете событий этой войны, в том числе многочисленных ударов беспилотников по целям в глубине России, это на самом деле не должно сильно удивлять. Я напомню, что аэродром в Энгельсе и аэродром в Рязанской области, которые, кстати, находятся далеко от Москвы, и они, речь идет об аэродромах дальней авиации, они должны быть и таковыми являлись, может быть, чуть ли не самыми охраняемыми объектами в России, одними из самых охраняемых. И, естественно, российское командование понимало, что они важнейшая потенциальная цель для ударов. И, тем не менее, по ним были осуществлены ударами, правда, несколько иными аппаратами. То были переделки советских старых реактивных ППЛА «Стриж» в крылатую ракету. Однако в тот же аэродром в Энгельсе дважды, уже после первого прокола или провала российского ППЛО, еще раз повторили, еще раз точно попали. И примеров таких достаточно. Есть тому объективное объяснение. На самом деле, хотя как раз вот эти «Стрижи» — это нечто напоминающее обычный реактивный самолет или ракету по размерам. Беспилотники, атаковавшие Москву, сделанные из пластика или углепластика, они не очень больших размеров, летят на небольшой скорости, менее 200 км в час и, в общем-то, на не очень большой высоте. Перечень этих качеств делает их относительно малозаметными для средств ПВО. А средства ПВО, которые на вооружении у России, да и в большинства стран мира, создавались изначально для борьбы с классической авиацией. То есть вот здесь есть налицо техническая проблема. Добавим еще тот фактор, что граница протяженная между странами и то, что запускающая беспилотников, то есть украинская сторона в данном случае, как я понимаю, имеет возможность, разведав местонахождение средств ПВО, так планировать маршруты, чтобы в некоторых случаях можно было их обогнуть или можно было, по крайней мере, снизить риски для беспилотников. Наконец, добавим к этому не самую высокую боевую готовность, как таковую, российских ПВО, а опять-таки это не предположение, это факты, доказанные во время войны. И, в общем-то, и сами средства ПВО, я предподразумеваю средства обнаружения и поражения, которые тоже не передний край технологий в этом сфере. Несмотря на российскую пропаганду, это не так. Куча вот этих факторов, она, в общем-то, создает серьезные проблемы для успешного перехвата, ну или, скажем так, заметности успешного, и дает серьезные шансы, серьезные шансы атакующей стороне, что мы, собственно, наблюдали в этот раз и не раз до этого. В этот раз разница была в том, что массово, достаточно массовым количеством машин было атаковано Москва, и причем произошло это средь бела дня. До этого именно вот такими даже, будь то их 8, 10 или более, такими количествами Москву не атаковали, да даже, пожалуй, ни один из объектов в глубине России единовременно не подвергался удару такого количества беспилотников. Путин прокомментировал эту атаку беспилотниками и явно преуменьшил ее значение, потому что это все так выглядело. Ну атаковали, ну ПВО сработало, ну удовлетворительно, конечно, есть над чем работать, сказал Путин. Но он уже, в принципе, 23 года комментирует буквально все проблемы в любой сфере Российской Федерации. 23 года говорит о том, что есть над чем работать и что будут работать. Ну, единственное, не называют сроки, когда начнут работать, поэтому придраться не к чему. Но все же, как вы думаете, почему он преуменьшил значение этих атак? Ну, тут достаточно очевидно. Налицо, в общем-то, серьезная неудача российского ПВО. Неудача медийная, неудача военная. И очевидно, что к власти задают вопрос. А как такое могло случиться? К власти и к армии? Ну, тут в данном случае, можно сказать, в одном лице. Как такое могло случиться? Тем более, что Россия десятилетиями позиционировала себя как супердержаву супердержаву именно в сфере ПВО. То есть, причем, там, не имеющие аналогов в мире средства ПВО, авиация, которым можно задействовать радиоэлектронную борьбу. Более того, во время войны к этому готовились к отражению атак. Все видели размещение зенитно-ракетных комплексов непосредственно в черте города в Москве и даже на крышах зданий. Все это предпринимали все эти меры, а результат далеко не стопроцентный. Мягко выражаясь, далеко не стопроцентный. Притом, Москва не была атакована какими-то суперсовременными средствами воздушного нападения западного производства. В общем-то, она была атакована примитивными машинами. И здесь ничего не остается, как делать хорошую мину при плохой игре. Соответствующего содержания методички, насколько я понимаю, вчера это было слито в СМИ, распространили между государственными, между пропагандистами, государственными СМИ, с упором на то, чтобы его все равно прилично отработало. Москвичи не испугались, службы действовали своевременно и квалифицированно. Ну и примерно в таком же духе выступил Путин. Это уже не в первый раз, когда неудачи иногда следует, что называется, проглотить и делать вид, что не так уж все плохо. В противном случае ты сам себя показываешь далеко не в розовом свете. При этом он заявил цинично, что обвинив Украину, хотя Украина не берет на себя ответственности за эту атаку на Москву, что Украина подталкивает, мол, Российскую Федерацию к зеркальному ответу. Извините, хочется спросить, а на протяжении мая что это было, когда и ракетами, и беспилотниками, десятками атакованы украинские города и другие населенные пункты. Это что, не зеркальный ответ? Это к чему вот этот вот цинизм и бравада? О зеркальном ответе можно, если уж на то пошло, и то далеко не в тех масштабах, говорить об зеркальном ответе со стороны Украины. Можно сказать, таком первом, если мы сравним с майскими событиями, начиная с 28 апреля, а на самом деле с множеством событий с начала войны. Ну, очень специфическая логика Путина и тех, кто стоит, тех, ну, его приближенных, она давным-давно известна, можно множество примеров привести. Я напомню лишь один раз, мы говорим о ПВО и ударах по городам, то в свое время Лавров прямым текстом обвинял Украину в том, что, во-первых, что она размещает установки ПВО внутри города, ну, это как раз было после трагедии в Днепре, внутри города, и неоднократно россияне официально объясняли жертвы в украинских городах, как они говорили, я дословно цитирую, неквалифицированной работой украинского ПВО. Мол, это украинские ракеты, или попытки сбить, которые были осуществлены, ну, на профессионально низком уровне, или вообще неуместны. И буквально после того заявления Лаврова, буквально через день-другой, вдруг оказалось, что россияне сами размещают непосредственно в Москве средства ПВО, например. То есть откровенное, ну, очевидное проречие, и более того, и планы применять, естественно, те же панцири, что, собственно, вчера уже было первый раз, над мегаполисом. И смею вас уверить, что если атаки повторятся, ну, не то, что смею верить, но с огромной долей вероятности тот или иной ущерб на Земле в данном случае будет большим именно от применения средств ПВО, чем от самих аппаратов, подобных тем, которые мы видели вчера. Ну, то есть вот вам один из очевидных примеров, и, естественно, таких можно, когда все ставится с ног на голову, найти много, и чуть ли не на ежедневной основе. Это, к сожалению, не новость. Вы упоминали методички, которые Кремль разослал вчера по кремлевским федеральным каналам. Издание «Медуза» проанализировало новостные выпуски трех телеканалов вчерашних. Это ОРТ, Россия-1 и НТВ. И там действительно в каждом новостном выпуске речь шла в основном не так об атаке дронов, как о безупречной, прекрасной работе ПВО. Как вы думаете, вот кремлевская пропаганда, она справляется с тем, чтобы, ну, каким-то образом успокаивать граждан Российской Федерации, особенно зет-патриотов, так называемых, в том, что все идет по плану. Ну, то есть вот все, как и планировали. 30 мая атака дронов на Москву. На самом деле есть особая категория зет-патриотов, которые, на самом деле, такие очень идейные. И они как раз в большей степени в курсе событий. Это те, кто читают так называемых военкоров и следят за событиями гораздо больше, чем среднестатистически россияне. И вот у них, как правило, по крайней мере, если сходить из этих телеграм-каналов, у них, кроме определенной осведомленности, у них часто возникают те или иные претензии. Выразителем некоторых из них является пресловутый Гиркин Стрелков, который критикует Министерство обороны. Причем по многим иногда эта критика вполне справедлива. Не то, что вполне справедлива, то есть он говорит фактически реальные вещи. Значит, то же самое можно даже в какой-то мере отнести к ним и Пригожина, который на устах буквально все последние дни. А вот с кем справляться приходится, и здесь, по всей видимости, задача не очень сложная. Это с основной массой населения, которая такой потребитель пропаганды наиболее примитивный. С этим с ними, по всей видимости, работает. Во многих случаях, когда событие не особенно резонансное почему-то, то можно вообще избежать упоминания. Яркий пример сбития четырех летательных аппаратов российских ВКС в Брянской области. То есть об этом практически официально и не сообщали, потому что это визуально не было заметно. Ну, то есть на Брянщине это все видели, а вот как-то для всех россиян это почти осталось незаметно. Соответственно, не было нужды как-то это комментировать. А в другое дело, другое дело, Москва средь бела дня тут уже незаметным это не осталось. Поэтому, естественно, быстро, сколько в них заняло время, сориентировались, скинули разнарядку и, соответственно, действовали уже официальные и пропагандисты, и федеральные каналы. Но как они с этим вставляются, вопрос интересный. Потихоньку такого рода события, которых нельзя не заметить, они какое-то влияние на кого-то оказывают. То есть, нет сомнений, что хоть какие-то люди, несмотря на пропаганду, должны начать и, видимо, начинают задаваться вопросами. А что идет по плану? Что с нашим разрекламированным ПВО? Ну и не только это. И, собственно, этой цели для того, чтобы заставить некоторых россиян задавать вопросы, в какой-то мере и служат такого рода операции. Скажите, а как вы думаете, у россиян вопрос, возникает в головах о том, что эта война теперь и на их территории, непосредственно в Москве, и какой-нибудь там пресловутый так называемый СВО уже не обойдется, и о том, что кто-то там где-то воюет, у кого-то сыновья и мужья где-то там на фронте, тоже уже не так все просто. Теперь и над их головами летают беспилотники. У них возникает вопрос, что что-то здесь не так, что-то пошло не по плану. И с 24 февраля 2022 года что-то изменилось и в их жизни? У кого-то, конечно, что-то возникает, кто-то какие-то сомнения испытывает, но в общих чертах, насколько можно, хотя Россия страна, сами понимаете, с какой властью и никакие социологические опросы и вообще изучение общественного мнения там по нормальным общепринятым стандартам там невозможно. Поэтому ознакомиться с тем, что думают люди реально, а не по каким-то вот таким причинам, по такими способами, которые не назовешь соответствующим этим самым стандартам сложно. Ну, что-то, конечно, что-то до кого-то доходит, но в целом, мы понимаем, в целом в общих чертах поддержка пресловутой специальной военной операции в обществе все равно имеется в той или иной степени. Пропаганда работает. Те, кто являются пользователями федеральных каналов и телевизора, это специфическая категория людей, которую очень часто и факты, тем более об этих фактах они могут и не знать или для них их интерпретируют иначе. Так что, если что-то меняется чуть-чуть, то меняется это медленно, хотя, по всей видимости, если допросить какого-нибудь усредненного россиянина и задать ему сложные вопросы, а как же так, что все продолжается уже почти полтора года, а что это, а вот как это, как по Москве бьют, но даже в этом, возможно, у него частично ответов не будет, но и тут тоже пропаганда поработала. Есть же НАТО, мы воюем с НАТО, которая прилагает все усилия для уничтожения России, задействует все свои ресурсы, наемники, польские, американские, украинцев там и почти нет или мало, но стандартные штампы пропаганды, о которых все мы знаем, поэтому даже факты воздействуют на нераспропагандированное население или нулевым образом, но и очень медленно. О вылазках российских добровольцев, которые пошли воевать за Украину, как вы думаете, чем они могут закончиться для российской власти? Тут пока рано говорить о чем-то серьезном. Налицо, в общем-то, сами эти группы, их на самом деле две, насколько я понимаю, Легион, Свобода России и РДК, они достаточно малочисленные. То есть, говорят там участники о многих сотнях, но мы реально не знаем, сколько это. С военной точки зрения, это бойцы вооруженных сил Украины, которые участвуют как в обычных боевых действиях, так и вот такого рода рейдах, главной задачей которой является медийная составляющая. Но пока мы нет никакой массовой поддержки, даже более-менее массовой поддержки их внутри России, мы ничего не знаем и если смотреть правде в глаза, ее по всей видимости нет. Хотя в России безусловно много очень недовольных властью и ярким примером являются многочисленные поджоги военкоматов, релейных шкафов на железных дорогах, то есть есть люди, которые даже готовы рисковать, причем рисковать очень сильно. Однако поддержки массовой этих групп и то, что эта поддержка имеет какие-то практические результаты, мы пока не знаем ничего. А раз не знаем, не стоит выдавать желаемое за действительное, пока лишь речь идет, видимо, о неких количествах от х десятков до сотен бойцов, которые участвуют в том числе в такого рода полумедийных акциях, имеющих, кстати, определенное военное значение, если Россия отвлечет свои ресурсы, например, с фронта на защиту границы, то это сработает на то, но собственно сработает на Украину в этом плане. Но в общем пока придавать значение какое-то большее, чем они на самом деле этим группам не стоят. Посмотрим, как будут развиваться события и вообще будет ли туда дополнительный добровольцев. С другой стороны, мы не получаем данные об их численности по понятным причинам. Так что здесь тоже не факт, что эта информация будет. Безусловно, посмотрим, чем это все обернется, о вылазках российских добровольцев в Россию, чем это может обернуться для Кремля и какое имеет значение для военной ситуации, а также о атаке дронов на Москву, что это было, кто за этим может стоять и почему не очень качественно отработало российское ПВО, в отличие от того, как про него рассказывают российские пропагандисты. Все эти темы мы обсуждали с Давидом Шарпом, израильским военным обозревателем. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.